здравейки ребята вы на канале форд мак ну что же видео от жабки да уж простите форга посвященная пицца tower давайте уж послушаем что же на он нам поведает по поводу ты реально классный увлекательной игры в которой я первого босса очень позорно так бил очень-очень долго даже слишком долго трансляция поищите ее это это был пиздец в любом случае поехали пицца tower это инди игра создана небольшой группой идейных челиков на чистом энтузиазме вышло пару месяцев назад а уже склотила вокруг себя нормальную такую фан-базу ну и само собой пицца tower еще и неплохо вклинилась в мемное пространство это факт сколько же всего и до сих пор они выходят и многие изменов просто трэма не фиг вот я решил посмотреть шо это за башня пиццы такая ну и вам рассказать о ней конечно же я хочу пиццы игра начинается с вводного ролика где главный герой по имени пиппино спагетти сидит в своей пиццерии и тут резко из ниоткуда появляется летающая пицца и начинает злобно ухахатываться если что все нормально не обращайте внимание вся игра будет наполнена атмосферой шизофренического бреда но в этом-то и есть весь сок не знаю кому-ка что для меня всегда узнаете вот пицца tower именно из-за своей стилистики знаете как будто взяли червяка джима смешали с рэном и стимпи и немножко добавили марио вот и а еще варил в энд и все это смешали получился вот такой коктейльчик вот не знаю честно очень много видно эти заимствование из червяка джима и рэна и стимпи именно в плане упортости это самое смешное она великолепно работает потому что от подобных упорюшных игр которые также сходили с ума как те и те выше назначены мультсериалы и игры и по довольно мало и вот это упорюха и эти полная открытости с игроком что можно творить любую хуйню и наверное влюбил игроков честно правда то что игра постоянно вас может чем-то удивить от чего вы просто таки сидите и ебать чё-чё автор курил можно мне тоже ну и конечно свою роль тут сыграла анимация и стилёвая рисовка тут все как будто в пейнте хричали короче пока пипиноч немного в шоке от увиденного пицца рассказывает про свою башню и про лазер на ее вершине которым пиццерожей вскоре хочет воспользоваться и взорвать пиццерию пипина после услышанного на супер скоростях несется в сторону башни чтобы не дать разрушить свое детище по пути наш поваренок встречает двух персонажей с которыми мы в процессе игры еще не раз встретимся тут у нас густаво ищущий и на карте башню пиццы и мистер стик дальше конечно же джо джо референс куда без него и демонстрация боссов с которыми нам придется в скором времени сразиться вот такая вот прекрасная заставь очка ставь лайк если у тебя уже есть ощущение что ты вкинул в себя пару килограмм галлюциногенных грибов кстати скорее не просто грибочек эти мухоморчиков на вкус это купим сырной пиццы и отдельное внимание хочу обратить на саундтрек игры он реально прям кайфовый ничего не скажешь пока что не дошел до некоторых треков некоторые пока просто прослушал знаете в отрыве чисто поле это но реально саундтрек великолепный вот пока что почему-то самая любимая тема это изменю вот вместе с пицца тайм это менюшная тема она настолько чего вы знаете такой чего вы хип-хоп там найти вставьте все на фон чтобы заниматься этом работой помывкой посуды вот отличная тема черт поделее а что насчет геймплея но с ним мы сейчас и познакомимся густава из заставки указывает на башню мы оказываемся внутри и заходим в единстве тоже русификатором использовал на я доступное место в итоге меня закидывают на уровень с обучением где сразу можно наткнуться на вот это тише тише не бойся все нормально я тоже сначала не понял как на это реагировать это всего лишь бабушка пицца бабушка я даже не знал что у него есть я думал это просто рандомный персонаж через которую нам время от времени будут объяснять управление и игровые механики короче учимся прыгать ползать разбивать камни и так далее короче говоря впитываем в себя самую базу это база кстати пепина еще может использовать насмешки если вовремя их юзать можно грамотно в последний момент уклоняться от вражеских ударов дальше все еще очень плохо познал так что и тогда мне получается иногда просто полный пиздец выходит подходим к решетке и из нее выпадает грибочек который теперь будет следовать за нами типа грибок вообще решетки будут встречаться почти на всех уровнях а выпадающие из них разные съедобные чубрики которые называются топинами дают тысячу очков и 10 больших лет топинги потому что это краски начинки для пиццы аксом за каждого денюшки вообще можно получить только собирает топинов а кэш в свою очередь нужен для открытия боссов в конце концов освобождаю 5 топинов и теперь нам нужно вдарить по каменному джону чтобы открыть выход с уровня обычно после этого мува запускается время пиццы начинается отсчет времени и если ты не успеешь за отведенные тебе минуточки быстро найти выход и свалить тот тыл проигравший так что иди давай начинай уровень с самого начала но так как это обученец ограниченного времени нет и просто нужно найти выход кстати вот эти вот рафлан ебало разрушить никак не выйдет а вот часики с колокольчиками подбирать стоит ведь они дают лишние очки короче по-быстрому сваливаю и мне открывается новый проход кстати давайте наконец-то будем честны друг с другом никто не в состоянии не хотеть пиццы это пища богов кто бы что не говорил но эта штука универсальная клади на нее что хочешь я же сам пиццы захотел черт подели я хочу пиццы ты хочешь пиццы и он тоже хочет пиццы а что с этим делать то если денег нет и ты не нафармил достаточно топпинов но блин например можно сэкономить на покупке игр с помощью лол стим маркета и все-таки позволить себе то ради чего живет каждый уважающий себя это реально пытка ебучий ведь самое смешное вот ноги возводят в эту шутку но прикол том что это реально не шутка итальянцы реально блять с этого агрица чау приходил в виде доставщика к итальянцам показываем и пиццу на который есть ананас они реально превращались ебучих зверей они просто типа орали на него прям откровенным матом посылали его это так что ребят уж так не захотите автору приятного аппетита за рекламу шикарную ты градусов и продолжаем попадаю в лобби башни и сразу натыкаюсь на 1 уровень под названием джон гаттер после заставочки которая напоминает всем известный мем пепина сразу встречает двух сырных усов эти чизлаймы такие себе противники справиться с ними было несложно я потопал вперед пособирал очков освободил топина и немножко отхватил от сырного бана с вилкой крестьянин с копьем затыкает кого угодно было элитного бойца если что самые раздражающие враги в игре вроде появлялось множество других персонажей но честно этот вилочник реально песен 100 получение урона приводит к потере очков а неудачный прыжок в пропасть например возвращает главного героя чуть назад и мы тратим таким образом свое время думаю уже все успели обратить внимание на телевизору в верхнем углу в нем обычно отражается эмоциональное состояние нашего главного героя из противников на этом уровне еще встречается пицца бой который не наносит урона и просто является неподвижно стоящей картонкой ну еще есть обезьяныч который раскидывает банановую кожуру в общем я побегал с кайфом пособирал топинов и обнаружил за стеной какого-то типа с ключами его зовут жером благодаря нему можно открыть комнату с тайным сокровищем башни и самые лучшие наверное персонажи это чувачки которые стреляют нас острый курочкой вот они просто великолепны и залутать себе пачку масла ну или тарелочку спагетти например такие комнаты с сокровищами присутствуют на каждом левеле ну кроме уровне с боссами зачем нужны эти секретные прикольчики я расскажу чутка попозже а еще можно обнаружить на уровнях спрятанные глазенки которые ведут в комнаты с кучей очков в итоге в конце уровня я нашел джона который кстати блин является братаном жерома по официальному источнику дуэт раньше заботился о башне пиццы но однажды пицца фейс наложил проклятие на джона а жером остался единственным уборщиком башни ну и шиза конечно не выдуманные истории о которых невозможно молчать как на самом деле всегда удивлялась сколько вроде бы эти максимально простая оригинальная задумка и концепция у пицца таура и тут ты понимаешь быть когда читаешь истории персонажа что блять они хорошо заморочить на тем чтобы добавить такие интересные довольно прикольные бэкграунды персонажем вспоминаем того же блять фейк пипи ну это вообще пиздец какой-то короче началось время пиццы и у меня осталось две минуты 35 секунд чтобы свалить время от времени на пути появлялся густава и показывал куда примерно нужно бежать с горем пополам я с первой попытки прошел первый уровень неплохое начало что тут еще скажешь кстати всего в конце уровня есть возможность получить шесть рангов я лично прошел на бэшечку еще важно знать что чем больше ты собираешь очков на уровнях чем быстрее их проходишь чем больше секретов ты находишь тем большее уважение от разрабов ты получишь в конце в виде картиночки если игру закончить менее чем на 50 процентов то ты а остальные варианты вы можете увидеть сейчас на экране есть еще 2 есть еще две картиночки для потных спидранеров вот это дается тем кто достигает финала меньше чем за два часа и имеет меньше 95 процентов кодиного контента а вот это тем кто доберется до финала менее чем за 4 часа и пройдет игру на 95 процентов и выше я иду дальше по башне встречаю по пути убитая из-за ким нужно быть хардкорщиком блять убегающего от крысы густава крыску кстати зовут кирпич если что тут на этаже еще компик стоит он показывает общее количество найденных плюшек в игре дальше наш прекрасный итальянец отправляется на уровень пицца скейп тут у нас появляется возможность трансформации в рыцаря который умеет делать двойной прыжок рафля накатиться и резать врагов и загораживающих проход крыс до крыс без трансформации сдвинуть не получится сбрасываются эффекты трансформации с помощью священника так он еще накинет нам за сброс 500 очков но только один раз так что по обузить очки не выйдет еще на этом уровне есть новый вражочек выглядит он вот так на деле сложности никакой от него нет так что я пособирал топе на вдаль и вилкины все еще самые покажет раздражающие по щам джону и успев убежать за отведенное время закончил уровень далее я обнаружил комнатку где можно посмотреть на достижение которое ты можешь получить или уже получил и двинулся на следующий левел а тут у нас древний сыр я встретил еще двух новых вражин первый это аналог крестьянина с копьем а второй это гоблин дебил кидающийся бомбами смотрите как он ржачно в руках пипина выглядит будет сам пипина великолепно учестен с вами на этом уровне я не уложился во время и в итоге меня кокнула ссаная пицца но мой дух так просто не сломить правильно дух жабки не сломить после прохождения этого уровня благодаря собранным топином у меня появилась возможность купить битву с боссом у мистера стика шо я собственно и делаю открывается новая стика куда хочешь только пальцев пиццу не надо пожалуйста и пиццу не оскорбляйте комнатка и мы туда недолго думая заходим вот он первый босс fight наконец-то да уж получается что овощ это я а не он короче первого босса зовут пеппермен крутой перец которого как вы уже сколько я его минут 20 проходил или больше блять таким себя дубасом чувствовал блять поняли с первого раза одолеть мне не удалось на самом деле боссы в пицца товар не сказать что прям очень сложный но без знания мувсета в любом случае понадобится несколько попыток так 6 хп у меня и 10 хп у противника значит я скажу больше тупил из-за управления потому что я себе очень такую неудобную схему поставил что у меня в в асд и zxc из-за чего блять очень неудобно и я пытался найти какой-то удобный мувсет и в итоге просто кое-как его наубил это это реально было больно или перчик просто разгоняется в нас нужно вовремя уклониться и после того как дурачок врежется в стену и начнет мигать нужно взять и тычкануть его потом пеппермен пытается сесть на пеппиноча с ракой и прыгает но тут тоже нужно просто грамотно уклоняться и вовремя бить дальше падают блоки которые нужно быстренько разбить перец станет уязвимым пока будет втыкать и можно наконец нокаутировать овощного 10 хп вроде сняли но до победы еще нужно нормально так попотеть ведь начинается вторая фаза выше озвученные атаки перца становятся быстрее и появляются падающие едущие статуи которые могут нанести нам урон конце концов пеппермен превращается в маленького дука и пытается убежать но итальянский лещ оказывается быстрее на уровне с боссом кстати чем больше у тебя хп останется в конце тем больше рейтинга ты получишь так мы уже в принципе можем подняться на следующий уровень башни но на этом этаже остался один непройденный левел блять я про эту рыбу чуть не забыл так шо да проходим его потом на табличке перед лифтом смотрим чего я добился стоп а чего добился и с помощью жерома попадаем в локацию вестерна дальше смысла акцентировать внимание на каждом новом противнике я не вижу да и почти все мелочи я рассказал так что давайте просто сконцентрируемся на интересных моментиках и на схватках с боссами на первом уровне этого этажа можно встретить кентукки кенни который поджигает курочкой наши хлебальцы тупо как я уже говорил лучший мать его персонаж и мы можем благодаря этому делать рывок в воздухе и избавляться от мешающих нам пройти крыси честно мне его морда напоминает того чувачка с чипсов кракс если кто помнит это пародия на плинглос вот это самое рожа блять клёпаные кракс которые раньше были такими вкусными сейчас если найдешь они на вкус как какой-то знаете арахисовый крэкер нерзкий а вернуться в нормальное состояние нам поможет священник короче говоря это тоже механика трансформации как и превращение в рыцаря также на этом прекрасном пустынном уровне мы на время попадаем в инопланетную тарелочку где можно заметить летающих козявочек и конечно же похищенных коров куда же без этого классического клише и да уже на этом этапе игры после перезахода можно будет столкнуться с одной маленькой проблемкой мы каждый раз спаунился в самом начале башни и нужно ножками топать через все комнаты и подниматься на вторую это да это неприятно хотя бы опять же хотя бы на этажах мы оставались но что ж так решили разрабы у этаж а в будущем вообще придется ходить через всю карту чтобы вернуться к левелу который ты проходишь пока мы идем к следующему уровню под названием west yard можно увидеть что густава больше не убегает от крысича кирпича а взял яйца в руки и решил покувыркаться со своим врагом на новом уровне можно с кайфом как на скейтборде прокатиться на трупе это пиздец также тут присутствует трансформация влетающего призрака ну и в конце бонусом к ограниченному времени добавляется и учи преследующий пепина дух который просто хавал меня и отбрасывал назад так что пришлось немного попотеть после прохождения этого уровня я пошел ничего когда буду полное прохождение на стримах делать чую моя срака тоже будут бывать к следующему и наткнулся на вот это ебать какой опасный побежденными овощ нарисовал граффити где пепина изображен в образе отвратительного злодея а сам перец в образе бесстрашного супергероя ничего такого маленького блять на серьезно чел да уж понятно на следующем уровне под названием веселая ферма я промсил с какой-то недоразвитой картохой и с другими овощеобразными а пепина временно стал заложником петли трансформации которая дает двойной прыжок и возможность который связана офигенная история спасибо отскакивать от специальных крючков еще я открыл пару новых вариантов одежды для нашего главного героя но мне стандартный вид как-то больше по душе дальше у нас я последний раз надел на себя костюмчик не розовый с черепами вот он реально мне понравился чертовски хорош фастфуд салун где нужно будет открывать себе проходы верхом на сосисочки наконец-то 4 уровня этой локации пройдены нужное количество деньжат у нас есть так что можно прикупить у мистера стико долгожданный босс файт сражаться мы будем вот с этим чубриком причем это будет что-то типа дуэли ведь нам дают в самом начале пушку что можно сказать по самому боссу нужно просто уклоняться от выстрелов и атак ковбойчика а в остальное время самому палить как бешеному и свои пукалки во второй фазе вид желанте ну или как вот там все на экране становится силуэтным а так мстительный дух и боссов и просто мститель ускоряются а также добавляются всякие падающие коровы и не аж это у файтом не напугать но меня можно обоссать неожиданной дуэлью в конце где нужно вовремя жмякнуть кнопку пришлось перепроходить но в этот раз меня врасплох застать уже не получилось теперь нам открыть доступ к следующей локации снова поднимаемся на лифте оказываемся на курорте и снова идем проходить уровне я помудухал ананасиков покатался в бочке уклоняем когда вижу этих ананасов в очках и сразу вспоминаю эту ебучую рекламу которую я не помню кто обозревал ностальгирующий критик или и джон трон эти клёбаные изюминки как там калифорния рейтинг или как они назывались бомб побегал по воде встретил побитых и ставших друзьями густава и кирпича потом получил возможность за них поиграть пока пипиныч решил покемарить геймплей кстати за молодых так-то довольно забавный можно бить врагов способностью джиггернаута из доты спорачиваться в шары и хреначить все на своем пути ну и конечно же сопровождать бородатую пиццу деда до гномов короче если эту бородатую пиццу сопроводить то мы получим топ пин кстати когда мы запускаем пицца тайм играя за густава с кирпичом примерную дорогу нам будет указывать мистер стик потом понятное дело мы возвращаемся к спящей итальянской красавицы и заканчиваем левел остается всего лишь два уровня до босса бля ну конечно отсылочки в этих начальных экранах просто великолепно вот реально команде вот этого мс пига просто мое почтение за такие шикарные отсылки а на этих уровнях мы будем управлять ракетой параллельно кошмаре инопланетных горошков и летать в каких-то сопливых пузырях а ну и конечно же больше похоже на носок лети на оливки прозрачные играть в гольф огромным живым сырным шариком иногда и сами превращаясь в шар а вот и сражение это пицца тавер здесь не нужно создавать адекватных вопросов здесь нужно просто смириться совсем безумием и просто принять его я с очередным боссом подъехала этого дуранчоуса зовут но из он так то является отсылочка на ноида бывшего маскота сети пиццерий доминос пицца но из показывает нам факт неприятно как сказать бывший прикол потому что по факту доминос его вернули для одной из реклам полноценно вернули хотя по факту они же вроде его вырезали из-за того что какой-то чел которого по моему фамилия реально нойт он настолько сошел с ума то есть у него и так уже крыша была не в порядке он подумал что это реклама настроена против него из-за чего он реально атаковал пиццерию и держал поваров и кассиров заложниках жутко на самом деле история блять кстати катается на скейтике кидает бомбочки на второй фазе делает все примерно то же самое только добавляя всяческие обманки конце сражения после нашей победной тычки в руки к нойду попадает мини ганчик да уж хреновые дела и пины и мы уже готовимся к своей участи но приходит девушка но из-за и тупо уводит его после чего мы одерживаем победу ну ура получается что ей на спасонию хорошо драться как настоящий итальянский пицца йо логет нас спасли отношения нас после отношения ли двигаемся в следующую локацию под названием трущобы тут у нас свинский городок в котором можно проехаться в такси кстати на обратном пути во время пицца тайма нас будет вести уже пицца фейс они брутальный хряк также на уровне нам снова дают возможность поиграть за густава с кирпичом пока пепина случайным образом оказывается в тюре очки густава кирпичу должны проехать на таксишке но выглядеть этот момент будет немного иначе потом проходим зимний атмосферный лево где благодаря съеденной острой пиццы можно лить так вот что я жрал да вот я недавно проводил небольшой стрим где играл в первые уровни пицца tower и я жрал пиццу на которую то есть я купила из додо пицца диабло который так уже была в куче халапеньо на добавил еще халапеньо острый сальсы еще сверху посыпал это чили и жрал это прям вот честно ребят пожалуйста никогда не повторяйте такой комбинации потому что я обещаю у вас ебало анимеет где-то на несколько часов и даже мороженое йогурт вам ничего не поможет стать на жопной тяге ну и на оставшихся двух уровнях сталкиваемся с трансформациями в летающую коробку пиццы и вот в этом на самом деле чем дальше ты проходишь тем больше входишь во вкус и тем лучше чувствуешь игру становится больше разных врагов трансформаций постоянно растет динамичность и игра полностью раскрывается со всех своих лучших сторон правда из как и должна хорошая игра вот проблема то что некоторые игры они занятия то есть вы доходите до кого-то момента и все они остаются таковыми до самого конца все вы дошли до какой-то плен и стать и вы не чувствуете изменений да может добавится пару врагов пару каких-то эти поворапов дадут но все вы чувствуете что вы как будто стагнируете и вот блять реально порой не хватает игр в которых вы до самого конца вы чувствуете свой рост что да вы иногда проигрываете но вы преодолеваете растете над собой и все лучше получается и в итоге под конец вы чувствуете что вы не просто типа ну блять я прошел круто а вы прям реально преодолели целое приключение проблемкой столкнулся даже после прохождения всех четырех миссий в этой локации мне все равно не хватило бабок пришлось возвращаться назад и заново проходить уровне где не нашел все топин другое дело теперь можно спокойно открыть битву с боссом и тут у нас пина против пипина до классическое противостояние себе самому а тут противостояние уму уку они себя саму вообще этот босс действительно немного жутковат но побеждать немного блять это хуела реально стрёмно когда впервые увидел его вот эту финальную стадию где он превратился в огромное такое существо знаете ползущее существо с огромным ебалом блять это реально если гработно использовать можно превратить в хоррор я вот даже использовал для своего мема блять настолько он сука страшный его как-то все равно нужно лжепепина сначала просто используют атаку прыжок ну либо серию атак мы уклоняемся а потом пока он в тупую бегает нужно нанести удар потом начинается посложнее и как можно видеть пострашнее тут уже только поможет хорошая реакция и знание движения врага кстати она еще и снимает свою голову и кидается ей что за пиздос вторая фаза точно так же как и с другими боссами просто по сути происходит на больших скоростях после последнего удара мы проваливаемся в пропасть и за нами начинает полости еще более мерзотный лжепепин рич ух сразу вспомнил момент из little nightmares 2 вот на что похоже блять спасибо что напомнил форк моменте я просто быстро дал по тапкам и босс был благополучно пройден дальше я встретил на этаже побитого нойза и поднялся на следующий этаж вот она локация название которое говорит само за себя вот оно служебное помещение я сразу встретил трясущихся от страха густава и кирпича думаю что сразу становится понятно что до конца осталось немножко чисто случайно я прокопал проход в тайную комнатку такие комнаты можно попасть именно бегая по локациям башни не заходя в сами уровни толку от таких помещений никакого просто прикольные мини пасхалки например в одной из таких секретных комнат можно найти кафе той самой девушки но и за которая спасла нас от неминуемой гибели в этом кафе кстати будет сидеть и попивать свой напиток побиты виджеланты его еще можно будет встретить и в той локации где мы сейчас я потопал до проходить оставшиеся лавала пицца скейр уровень где нам нужно будет хреначиться против призраков и сваливает от их короля он будет отчаянно пытаться нас преследовать а на уровне под название don't make a sound нем не издавай звук можно при желании нормально так обосраться тут стоят враги которых либо нужно снести за определенное время либо как-то незаметно мимо них проскочить и на еда то самое чувство когда пицца тауэр пицца тауэр в игре профи фанни итальянского мужчинку скримеры блять страшнее чем последних нафах вот те кто говорит что во фнаф security bridge блять страшные скримеры ребят вы по моему уже атрофировали себе до конца все что только можно и мозг и нервную систему блять вот эти вот хуилы блять вот я реально когда в первый раз увидел скример я ну не испугался конечно но мне реально дрожь пошла потому что это из-за внезапности это хорошо работает еще после отчета 5 секунд за тобой погоняться и чит топиновый монстр и подарить тебе скример на весь экран после этого мы будем откинуты в начало комнаты временно будем находиться в состоянии беспомощного аниматроника и потеряем очки крутая тема ничего не скажешь от топиновых монстров конечно можно удачно смыться выбежав в другую комнату уровня но они все равно неприятные ребята во время пицца тайма на этом уровне нам дадут дробаж чтобы расчищать себе путь от преград и от кучи топиновых чудищ вот она последняя миссия перед боссом тут нам снова дают дробовик и здесь отсчет времени идет с самого начала нужно по сути просто на время проходить чекпоинты было сложно не с первого раза но я справился но радоваться было еще рановато ведь я снова обнаружил что мне не хватает бабок для открытия босса так что я смиренно пошел за несобранными топинами опять работа работа сделана босс открыт забавно что по сути мистер стик теперь будет не нужен ведь все боссы открыты но этот хитрожопый маскируется под бомжа и продолжает поднимать кэш последний возможный от сучара 90 баксов то можно его имя какой у этого мистера стик мы на больше получить оранжевый костюмчик так ну что давайте смотреть уже чем закончится весь этот шизобульон я захожу к боссу а тут пусто бегу вперед а на фоне жутковатые смайлики дальше обнаружил душевую в которой через пицца потом она быстренько сваливает мы отправляемся за ней и вылезаем в окно оказываемся на балконе и подпрыгиваем на самый верх с помощью коробочки вот она вот она долгая на битва о пиццерию пипиноча видно вдалеке прикольно так сначала пицца фейс призывает противников которых нужно схватить бросить пиццы в рыло и потом в момент мигания . ну чего после восьми таких действий и спицы вылезает истинная форма пицца фейса пицца хэд он сначала ржет потом дает нам ствол и начинается психоделическая музыка на экране начинает происходить трэш а нам нужно как-то приловчиться и уклоняться от всего попутно постреливая в противника после нашей победы пицца хэд просто встает и призывает по очереди всех ранее побежденных боссов начинает играть эпичный сагаля чок-поинты там вообще есть между этими хуевыми аут а у боссов по факту не так много хп даже учитывая что у них по две фазы ведь за один удар у противника снимается не одно хп а 4 сражение с виджеланте но изом и лжепепина к нам на помощь приходит наш старый добрый друг густаво правда использовать мы его будем как метательный предмет но ничего страшного после победы на дурочками снова появляется пицца хэд которого мы на адреналине все-таки одолеваем и словно в жестком они во файте взлетаем в процессе раздавания лещи высоко в воздух от прям чистый ура 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 он с огромной высоты впечатываем пиццеголового в башню и вот остался последний рывок нам нужно сбежать из разрушающейся башни пиццы мы сразу бежим не одни а с густава кирпичом потом захватываем с собой мистера стика а дальше в нашу убегающую компанию подключается и лжепепина и ноис и виджеланта и пеппермен даже там затесался каким-то образом в этой миссии куча разных врагов и куча разных трансформаций так еще и время неумолимо поджимает короче говоря это было тяжко но пипиныч со своей разношерстной компанией все-таки смог успешно свалить после нашего успешного побега нам показывают ролик как башня разрушается после этого пипина с грустным выражением лица подходит к жерому который стоит и смотрит на останки своего братца там еще неподалеку пиццеголовых валяется кстати дальше пипина спагетти уходит и после титров мы можем видеть как ребятки все вместе чилят в пиццерии пипиныча но это не все помните я вначале видео говорил про тайные сокровища башни которые можно заполучить с помощью жерома так вот если собрать их все то концовка будет другой пипина в конце не просто подойдет к жерому джону и пицца хэду а дропнет из себя все сокровища джон из-за этого придет в себя и ваншотнет очнувшегося пиццеголового вот эти классные классная такая дополнительная концовочка благодаря собранным сокровищам братцы теперь снова вместе и снова счастливы вот такая вот концовочка ну что я могу сказать еще напоследок если идти до конца иногда даже бежать до конца сквозь свой страх сквозь преграды как это делал пипи на спагетти то у тебя все получится и твоя пиццерия обязательно будет спасена спасибо форк ну что ж ребята вот такой получился обзор очку форга огромное ему уважение и лайк получилось классно черт подери теперь я точно удостоверился в том что я хочу пройти эту игру до конца ибо столько контента столько интересность опять же до 100 процентов может быть не пройдут а чисто чтобы пофариться попробовать пройти этих боссов даже через кучу попыток и нервов черт подери я только за потому что игра правда великолепно то чувство когда благодаря упор тому стилю неожиданным и здесь на классным врагам крутым ситуациям может взять настолько великолепную игру которая по сути говоря уже создала свой небольшой но довольно творческий фандом я насколько модов уже подписаться tower есть любом случае огромное уважение поддержите автор оригинала обязательно заходите на оба канала там есть множество шикарных вот такие великолепных роликов поэтому ссылочки в описании также заходите на мой бусте на котором есть эксклюзивные реакции ссылочка также в описании лайк комментарии и спокойной ночи дружки пирожки а